Дорогие сограждане, уважаемые гости Ингушетии, сегодня на нашей земле праздник. Мы отмечаем пятилетие республики Ингушетия. Для человечества пять лет возраст небольшой. Несколько раз исчезала с каждой мира Ингушетия. Несколько раз мы начинали строить свою жизнь с чистого листа. Но не исчезли в ингушский народ. Несколько раз цивилизованным, демократическим путем добился он права на создание своей государственности. Право быть равным с другими народами. Сегодня, выглядываясь на пройденный путь, можно с уверенностью сказать, что наш народ сдал свой первый экзамен на политическую зрелость. Тяжелейших условиях экономического хаоса и развала, региональных войн и безоциальных конфликтов, обрушившись на Кавказ, мы сумели заложить основы своей государственности. Возили фундамент из темы нашего дома республики. Пять лет назад Ингушетия была регионом без государственности, промышленности, легивидимых органов власти и опыта государственного строительства. Сейчас в республике есть и функционируют все необходимые государственные структуры. Президент, парламент, правительство. Граждане республики имеют свою конституцию. Хоть и не такими темпами, как казалось, и хотелось бы строиться в столице республики город Магад. Ингушетия – это не тот маленький политически безграмотный народ, которым нас, кто еще представляет и, возможно, хотел бы видеть. Сегодня организованы. Мы хотели и можем жить по законам современной цивилизации. В этот праздничный день не хочется говорить о каких трудных условиях шло становление нашей молодой республики. И знания десятков тысяч Ингушетий сприкат на районы и города Владикавказа. Двухлетняя война в Чечне, огромный наплыв беженств, общая нестабильность в стране – все это стало серьезным тормозом нашего развития. Сотни тысяч беженцев нашли у нас в приют. Мы оказали, будем оказывать гуманитарную и экономическую помощь братскому чеченскому народу, который сейчас находится в тяжелейшем положении. Плох тот сосед, который не волнует беды другого соседа. Ингушетия – твердый последовательный сторонник, мирного решения всех, оставшихся нам в расследствии от тоталитарного прошлого проблем. Мы это не раз доказывали и словом, и делом. Поэтому мы с большим удовлетворением восприняли факт подписания договора между Россией и Чечнёй в Москве. Другой, не менее осной проблемой Кавказа, ждущей своего разрешения, остается подвращение места прежнего своего проживания Ингушетия из приятных районов и города Кавказа. И руководцы Ингушетии, и руководцы Северной Сети ни в коем случае не лжи оставить эту проблему. Неприятного рожда не предусматривается ни ингушскому, ни ассистинским народам. Я верю в победу здравого смысла и уверен в том, что, как бы тому ни хотелось, мы восстановим добрые собрососедские отношения между Ингушетией и Северной Сети. Наш народ нацелен на мирный, созидательный труд. Только благодаря этому стали возможны все успехи, которые на столь короткий период достигла Ингушетия. Вся республика стала гигантской своей площадкой. Уже проявились контуры развивающейся промышленности. Особо хотелось видеть значительный стад развития нашей экономики в зоне экономического благоприятствия. Все должен быть уверенностью сказать, что эксперимент сведения в Ингушетии и обшорной зоне полностью себя оправдал. По линии зоны экономического благоприятствия построены 88 крупных и средних объектов. Большие надежды возлагаются руководством республики, и на открытие не так давно Центра международного бизнеса Ингушетия. Серьезным вниманием уделяется республике улучшению социально-бытовых условий населения. В этом году введен свой водовод Нестернский Молговец, давший воду десятки лет испытывавшую нехватку Молговецкому району. Завершается катерикация сел Асинского и горной зоны Ингушетии. Руководство Ингушетии хорошо понимает, что будущее нашего народа зависит от образованности, нравственности и здоровья подрастающих поколений. Мы, старшие долгу перед нашими людьми, для них война, беженцы, обстрелы, понятия не абстрактные. У нас введение было ни хороших школ, ни парков культуры и отдыха, ни обладательских культурных и спортивных учреждений. Сейчас ситуация меняется. Горский кадетский корпус, лицей, детская спортивная школа Сурхо, физкультурно-разновительные комплексы, аттракционы, посоида в каждом районе, это далеко не полный перечень всего, что делается для воспитания духовного и физического здоровья молодежи. Есть у республики достижения в области культуры. Уже не первый год выступают на российские режиссерные сценарии государственные ансамбль Ингушетия. Дают концерты, оркестры, народные инструменты, фольклеры, ансамбль, Назан. Работают государственные и драматические куколи и театры. По этим случаем хотел бы отметить, что все эти достижения нашей республики стали возможны благодаря помощи и поддержке многих-многих людей доброй воли. От имени народа Ингушетия хочу выразить благодарность всем, кто и на федеральном уровне, и на уровне республики в области. Все эти непростые годы нашего становления с пониманием относились к нашим нужным и проблемам. Мы искренне благодарны Кабардино-Балкарии, Карачаево-Киркесии, Адыгеи, Чеченской республике, Ичкерия, Ставропольскому, Краснодарским краям, всем нашим соседям и братьям фокавказов. Мы благодарны народам Казахстана и Башкортостана, многих других субъектов федерации и сотрудничества независимых государств, с которыми, несмотря на порой в географическую удаленность, нас связывают истинная дружба и тесные взаимоотношения. Уверен, что эти отношения в дальнейшем будут укрепляться. Мир, сотрудничество, взаимопожение – вот приоритеты, на которых мы налаживаем контакты с регионами нашей страны, строим свою государственность. Мы создаем общество равных, безразличие по национальному, социальному, религиозному признаку граждан. Общество, просветающее и создающее. Наш путь никогда не был легким, да и низкая у нас просто для себя легкие в пути. И то, что происходит сейчас, явно свидетельствует тому, тому духу нашей нации, доказавший свое право жить в цивилизованном обществе. Мы верим в свои силы и мы гордимся тем, что сегодня мы уже все доживем. Ингушетия, как республика, состоялась. Хочу еще раз поблагодарить, уважаемые гости, за что вы нашли возможность родились с нами в праздник 10-ти лет республики. Желаю вам и всем, кого вы представляете сегодня в Ингушетии, счастья, мира и благополучия. Поздравляю с этой знаменитой датой, дорогие соотечественники. Желаю вам всему нашему народу в Ингушетии процветания, добра и успехов в труде, на благо республики и всей нашей страны. Торжества последующих кратых отношений образования республики Ингушетия объявляют крепость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие землики! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА